Плэйд Хрома! Это совместная разработка крупнейшей американской компании Horizon Hobby и канадской компании Unique. Ну что, погнали! Итак, что в коробке? Прекрасный, шикарный, белоснежный квадрокоптер. К нему пульт управления с вот таким вот прекрасным экраном. Блок питания, зарядное устройство, запасные лопасти и основные лопасти. Комплект аксессуаров, инструкция на английском языке, на английском языке, ребята. И вот такая вот черная коробочка, которая кажется прекрасным заштиканным экраном для съемки в солнечную погоду. Ну и, конечно же, туалетная бумага для начинающих пилотов. Один из самых крупных квадрокоптеров в этом классе. Гибкие лопасти, очень устойчивые к ударам. Четыре больших бесколлекторных мотора, 780 кВ. Оригинальное решение с креплением шасси. Очень быстро съемное. Можно снять и поставить обратно. Каждый из пропеллеров обозначен специальной буковкой A, а также буковкой B. Которые должны совпадать с такими же буквами на корпусе, для того, чтобы соблюсти направление вращения пропеллеров. Помимо всего прочего, на пропеллерах указаны стрелочки, в которых нужно вращать пропеллер при установке. Подъемный GPS-модуль, который обеспечивает более стабильный прием сигнала. Трехосевой стабилизирующий подвес с бесколлекторными двигателями, а также парковочный модуль для него. Цифровая камера Full HD 16 Мп, 60 кадров в секунду. Передающим Wi-Fi-модулем и картой microSD. Ури-ури, а где же у него кнопка? Кнопка у него сверху. Мощнейший диполимерный аккумулятор на 6300 мАч до 30 минут полета. Гига-яркие бортовые огни. И что мне нравится, очень быстро и легко разбирает. Вуаля! Как вы видите, это не просто пульт. Это реально какой-то центр управления полетами. Реально огромный просто, но довольно-таки удобный в руках. Теперь вам не нужно никакой смартфон, потому что у него есть свой большой сенсорный экран 5,5 дюймов, на который передается видео с камерой и вся телеметрия. Классическая система управления, триммера, кнопка включения-выключения пульта. Старт моторов происходит тоже с кнопки, ну и собственно, как их и выключение. Переключатель полетных режимов. Три полетных режима, о которых мы вам расскажем позже. Активация фото и видеозаписи. Располагаются три индикатора. Это индикатор заряда, радиосвязи и GPS. Слева располагается регулировка угла наклона камеры. А справа регулировка расходов. То есть вы можете замедлить, либо ускорить свой квадрокоптер. От черепахи до зайца. Все довольно-таки понятно и просто. Заряжается пульт через USB-разъем. Зарядить вы его можете от любого устройства. Пульт оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мАч. Что нам нужно, чтобы подготовиться к первому полету? Для первого полета обязательно необходимо зарядить силовой аккумулятор квадрокоптера, аккумулятор самого пульта управления. Ну и конечно же выбрать правильное место. Безлюдное место на открытом пространстве. Да, там где нет самолета, не летает. И не ходят поезда. И не плавают пароходы. Блэйд Хрома. Сегодня мы летаем. Будем осваивать все воздушное пространство в этом районе. Итак, перед стартом напоминаю. Нам нужно зарядить аккумулятор пульта управления, аккумулятор квадрокоптера. Когда мы готовы, устанавливаем квадрокоптер на ровную поверхность. Первым делом, запомните эту последовательность. Первым делом включаем пульт управления. Включили, началась инициализация. После этого включаем сам квадрокоптер. Ждем, пока инициализируется, установится связь между квадрокоптером и пультом управления. Слышите приятный звук андроида. После того, как связь установится между квадрокоптером и пультом управления, мы будем готовы к полету. Итак, связь Хрома с пультом управления установилась. Мы рекомендуем, как и рекомендует инструкция, перед каждым полетом провести калибровку магнитного компаса. Для этого нужно активировать определенный режим калибровки. Есть два варианта подключения. Значит, первый вариант. Активировать режим калибровки можно, меняя положение вот этого переключателя. Либо режим калибровки можно запускать непосредственно с экрана. Мы используем для простоты вот этот переключатель. Нужно щелкнуть им четыре раза. Определенный звуковой сигнал издаст квадрокоптер, и его бортовые огни начнут мигать желтым цветом. Мега не показывает, в каком направлении нужно сделать вот такое вот движение. Существует три полетных режима. Первый полетный режим, в котором мы рекомендуем взлетать, в принципе, как для новичков, так можно и для опытных пилотов, это режим Smart. Режим Smart идеально подходит для начинающих пилотов. В этом режиме квадрокоптер четко фиксирует точку взлета. Если он не нашел достаточное количество спутников, либо затруднен приемом сигнала GPS, он вообще не взлетит. Вы можете не беспокоиться о том, что ваш квадрокоптер неправильно запомнил точку взлета. Это нужно для того, чтобы в любой момент можно было аварийно вернуть квадрокоптер обратно, без вашего участия, и чтобы он совершил посадку в этой же точке. А также в момент полета, если вы отпустите все стики, он просто зависнет и будет удерживать ту координату, в тот момент, в который вы отпустили рычаги управления. Значит, в этом режиме очень удобно для начинающих пилотов, в случае, если вы потеряли ориентацию, то есть каким углом или в какую сторону смотрит носовая часть квадрокоптера, вне зависимости от этого, если вы потянете рычаг на себя, он будет лететь к вам, если зайдите от себя, он будет улетать от вас. В любом случае, вы всегда можете нажать рычаг на себя, он прилетит к вам. Очень важная особенность, в этом режиме он соблюдает режим безопасного круга, так называемого. Этот круг примерно радиусом около 5 метров, в этот круг квадрокоптер не залетит. Итак, второй режим, режим Angel, так называемый. Значит, в этом режиме он точно так же будет удерживать координатную позицию в воздухе, то есть, если вы отпустите стики, он так и зависит, но при этом он будет летать уже с соблюдением, как бы, своих бортовых осей, то есть, если у него нос квадрокоптера направлен вперед, и вы даете вперед, он будет лететь вперед. Если вы сместите ось в любом другом направлении, движение вперед уже не будет движением вперед, а будет движением в ту сторону, куда направлен нос квадрокоптера. Третий режим, режим Home. Это функция Return Home, одна из самых привлекательных функций этого квадрокоптера, и, кстати, в этой модели очень хорошо реализована. Значит, при активации этой функции квадрокоптер уже абсолютно без вашего участия вернется из любой точки, где бы он ни был в тот момент, и сядет на точку взлета. Где он взлетал, там и он приземлится. Вы можете спокойно ждать, пока ваш аппарат вернется к вам. Стартуем в режиме Smart, а также активируем заперть бортовую, потом покажем, что видел он. Значит, для старта необходимо нажать вот эту красную кнопочку и подождать, пока не запустятся двигатели. Двигатели работают устойчиво. Итак, взлет. Я отпустил рычаги управления. В режиме Smart квадрокоптер очень четко удерживает свою позицию в воздухе. Вообще никаким образом я на полет квадрокоптера в данном случае не влияю. Удерживается по высоте, а также по всем плоскостям его полета. Сейчас квадрокоптер находится к нам кормовой частью. Мы двигаемся вперед. Даем вперед, он начинает двигаться вперед. Отпускаем стик. Он зависает в той точке, в которую мы отпустили. Нажимаем стик на себя, он возвращается обратно. Отпускаем стик. Он завис. Если мы даже развернем квадрокоптер в другую сторону, сейчас он к нам боком находится. При движении рычага на себя он все равно летит к нам, заметьте. При движении от себя он улетает от нас, вне зависимости от того, каким боком он к нам находится. Смотрите еще раз. Мы поворачиваем его к нам носом. Сейчас квадрокоптер смотрит на нас. В этой позиции говорим от себя. Он улетает от нас. Говорим на себя. То есть он летит к нам. Я пытаюсь подлететь ближе к себе, но вы, как видите, квадрокоптер соблюдает режим безопасного круга. Примерно в радиусе 5 метров он ко мне не подлетает. Смотрите. Культ. Я пытаюсь подлететь. Безопасный круг работает. Улетаем чуть-чуть подальше. Итак, если вы заблудились или просто вам лень возвращать квадрокоптер, активируем режим возврата домой. Как видите, бортовые огни горят красным цветом. Это говорит, что он находится в режиме возврата домой. Двигатели выключаются самостоятельно, автоматически, без вашего участия. Итак, взлетаем в режиме Angel. Запускаем двигатели. Взлет. В этом режиме точно так же удерживается GPS-координата. Квадрокоптер находится к нам кормовой частью. Если мы даем рычаг от себя, это он летит вперед. Если мы даем рычаг на себя, он летит к нам. Теперь обратите внимание, мы поворачиваем квадрокоптер к нам левым боком. В этом режиме, если я даю рычаг от себя, он летит уже не от нас, а летит влево. Если на себя, он летит вправо. Если мы развернем его на нас, вот он носом смотрит на нас, и дадим ему от себя, на самом деле он летит на нас. Если надаем на себя, он летит в обратную сторону. Возврат домой работает в обоих режимах. И в режиме Smart, и в режиме Angel. Помимо основных трех полетных режимах, есть еще два дополнительных режима. Очень интересные режимы, реализованные именно в этой модели. Это режим Follow Me и режим Tracking. Первый режим Follow Me, это режим, при котором квадрокоптер будет следовать за вами. Соответственно, полностью соответствует переводу этой фразы Follow Me, следуйте за мной. То есть, если вы активировали этот режим, взлетели, зафиксировали точку в воздухе, и начинаете передвигаться. То есть, вы можете двигаться, удерживая пульт в руках, квадрокоптер будет следовать за вами, как привязанная собачка. При этом, вы можете менять высоту, менять направление носовой части квадрокоптера, все равно он, как привязанная собачка, будет летать за вами. Вам не нужно тратить время на управление, вы полностью концентрируетесь на управлении камерой и на видеосъемке. При этом, возврат домой, следует отметить, будет производиться не на точку взлета, а на точку, которая находится рядом с точкой, где находится пульт управления. Данный режим активируется исключительно на земле, не в воздухе, запомним. Второй полетный дополнительный режим, это режим Tracking, режим сопровождения. Очень интересная особенность. При взлете, в активированном режиме трекинга, квадрокоптер автоматически разворачивается и фокусируется на том человеке, который держит в руке пульт управления. После этого, вы можете изменить дистанцию, высоту, подстроить камеру, но он будет удерживать вас в фокусе. В этом режиме, вы начинаете движение, и как бы вы ни двигались, он будет сопровождать вас на заданной дистанции и высоте, удерживая в фокусе именно вас. Это ваш шанс стать звездой. Итак, активируем режим Follow Me. Обратите внимание на бортовые огни. Нужно дождаться инициализации. Как только мигание бортовых огней прекратилось, квадрокоптер инициализирован для полета в этом режиме. Взлетаем. Запуск двигателей. Запускаем двигатели и взлетаем в режиме Follow Me. Обратите внимание. Итак, в этом режиме мы будем передвигаться, а квадрокоптер, как бы он ни висел, будет двигаться за нами. Смотрите, мои руки не участвуют в управлении абсолютно. Квадрокоптер летит за нами, как собачка. При этом, обратите внимание, я могу изменить его направление. К примеру, мы его развернем. Он скомпенсировал порыв ветра, но все равно продолжает удерживать дистанцию. Разворачиваем его кормовой частью к нам. Носовая часть смотрит от нас, продолжаем двигаться, он двигается все равно за нами. То есть в данном режиме вы можете прекрасно делать фото-видеосъемку, смотреть на экран и не смотреть, что происходит с квадрокоптером. Как вы помните, мы взлетали в другой точке. Теперь активируем возврат домой. Как видите, он взял безопасный круг и в пределах 5 метров от пульта делает автоматическую посадку. Активируем режим трекинга. Взлетаем. Без моего участия квадрокоптер разворачивается и фиксирует камеру на мне. Как видите, я не управляю коптером, он просто фокусируется на мне. Начинаем передвижение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok